Состояние стабильно тяжелое, но слава богу, такое лечится, правда не у нас. Нужна срочная операция в Германии. Сколько? По предварительным подсчетам, 250 тысяч евро. Сколько, сколько? Вы что, шо, обалдеи? У меня нет таких денег. Деньги не проблема, да, мам? Вообще-то проблема. Вообще-то он мой отец. Вы меня простите, я пойду. Извини. А вы решайте быстрее. Если что, я у себя. Ты думаешь, я отель в Питере на что построила? Я кредит взяла. Под залог дома и отель. А тут кризис. Я могу квартиру свою продать, но это будет не быстро. Это не надо ничего продавать. Я попробую Алёхина взять, помнишь? На свадьбе был. У него благотворительный фонд. Я думаю, даст. Вот так всегда у нас в стране. Вся надежда на эгархов. Виктор Петрович обязательно поправится. Пока никакой паники. Да ладно, Лёв, всё будет хорошо. Чё ты? Вот именно. Кухней буду руководить. Тиже. А-а-а! У Льва растяжение. Он выбыл где-то на неделю. Ох. Я вам найму временного шеф-повара. Да не, не надо. Ну, неделю мы как-нибудь сами справимся. Как-то раз, Спартак, ЦСКА продул 0,4. Так мы три недели без шефа работали. А, да-да. Точно справитесь? Мы профессионалы. Договорились. Алло, подъезжаете? Господа! Там рыба приехала. Хочешь, чтобы вы её приняли и скушали. Я приму. А чё ты-то? Ты чё, типа, головной, что ли? Ну, чё делать придётся? Ага, а чё не я? Потому что ты безответственный. Да, а у тебя всю кухню разворую. Нифига не разворую. Никто у меня ничего не сопрёт. Даже я, понял? Вот. Да-ха! И что? И то! И что то? И то! А что то? Чё ты меня забыл? Э-э-э-э-э! Тихо, тихо. Я предлагаю сделать, как у нас в Дагестане. Что? Обоих завязать? Демократические выборы, Валух. Пусть каждый побудет главный. Народ потом посмотрит, ну, и выберет, кого захочет. Ага, ага. Значит, я первый главный. А я второй главный. Всё. Регистрация кандидатов окончена. Выборы завтра в пять. Пять. Ну, если пробки будут, отдавшись. А-а-а. Ну, повезло тебе, Миш. Повезло тебе, что я согласился долг не деньгами взять. Чё происходит? Михаил Джакович коня в карты выиграл. И чё? Конь ему приехал, долг, что ли, отдать? Ну, где мой пуцефал? Давай. А это что? Конь. Это не конь. Это пунь. Да ладно. Зато очень породистый. Я его за триста штук купил. Так что, держи, мы в расчете. Счастливо. Катя, привет. Я же просила, пока я не поговорю с Никитой, нас не должны видеть вместе. Я просто хотел спросить, как там одеться? Нужна операция в Германии. Сейчас ищем деньги. Денис, пожалуйста, не дави на меня. Мне сейчас очень тяжело. Катя! Слушай, я сейчас в Питер улетаю. А, опять? Ну, да. Там же скоро открытие отеля. Да, но мы же так и не поговорили. Слушай, ну, слава богу, у твоей мамы второй отель не в Владивостоке. Так что я завтра вернусь, и мы обо всем поговорим. Проводишь меня на машину? Ты сфотографируешь этого коня и размести объявление в интернете о продаже. А ты стой здесь и сторожи мои бабки. Арсений Андреевич, принимай рыбу. Чего-то у нее какой-то вид замученный, а? А ты покатайся полдня в грузовике, сам устанешь. Ой, Тимур, не надо менять. Федор, Федор, вы ступайте. Я разберусь, как без вас, хорошо? А, давай, давай. Да, да. О, она свежая, точно. Да она даже по морю соскучиться не успела. Еще скидку сделаю 20 процентов. 40. Ладно, 40, убери два ящика. Договорись. Слушай, молодец, умеешь торговаться, а? Готово. Молодец, да. Куда ты столько тухлой рыбы-то набрал, дурик? Я, между прочим, на этой сделке нам 10 тысяч заработал, поэтому сегодня каждому по штуке премия. К нам заехала японская делегация. Михаил Джакович требует приготовить рыбу на 20 персон. Кто-то говорил, что рыбы много. Сейчас вон японцам все скормим и все. А завтра еще закупим, еще заработаем. Так что голосуем за Арсения Чуганина. На, держи, поработай. Вы лошадь продаете? Красавчик, упитанный такой. А еще он морковку любит. Вот с морковкой его и приготовят. В смысле? У меня знакомый друг татарский ресторан держит. Ему как раз конина нужна. Могу взять за 20 тысяч. Совесть-то есть. То он не снится будет по ночам и плакать. Что ж ты меня на мясо за 20 тысяч отдал? Давай хоть за 200. Ты что? 200 тысяч за лошадь? Ходи посмотри, ей самой стыдно, когда ты такие цифры говоришь. Да-да. Там официанты рыбы твою назад несут. Так ж, по ходу, дело трындецтя, ваше благородие. Вы совсем охренели? Японцы отказались есть эту рыбу, потому что она не свежая. Стоимость всех блюд я вычту из ваших зарплат. Ничего себе. Ребят, по две тысячи рублей с человека получается. А не надо моих гостей тухлятиной кормить. Да. Рыба, а? Чего? Ой, че? Кстати, вкусная рыба. Душные японцы дураки. Ничего не понимают. Вот как рыбка-то со скидкой. Хорошо пошла. Может, это вообще не рыба? Может, я утром йогурт просроченный съел? Ну-ну, давай, давай, заходи, заходи, скотина упрямая. Вот. Это вы че, Михаил Джекович, в туалет, что ли, ведете его? На ночлег. Не могу же я свои триста тысяч на ночь во дворе оставить. Я вас не думать, что мы здесь передиваться. Согласен, зрелище не очень приятное. Но он потерпит. А там потерпит. А? Ну? Катя! Ну что, поговорила с Никитой? Нет. Опять нет. Ну, прости, что я полдня провела у отца в больнице, а потом Никита уехал в Питер. Не обижайся. Просто ты же знаешь, что для меня это важно. О! А я смотрю, с кем это тут целуется моя будущая невестка? Андрей Николаевич, а это Денис, мой брат, двоюродный. Денис, а это вот Андрей Николаевич, папа Никита. А, очень приятно. И мне. Ну, может, поужинаем? А, не получится. Денис, он проездом, вот, у него сегодня самолет. А, ну, и куда путь держим, молодой человек? В Японию. А, в Токио. В Токио. Да. У него там гастроли, Денис, пианист. Черековский, Шнитке. Ну, тогда удачи вам, Шнитке и всем остальным. Спасибо. Блин, как надоело врать. Блин, как надоело врать. Ain't nowhere to go, when the good man turns out bad. Петр Батькович, американо со сливками специально для вас. Внимание, команда! Как старший по кухне объявляю кофе-брейк. Американо со сливками за мой счет всем. Ну, разумеется, кроме сени. Конкурентов я не угощаю. Залетай. Коня моего не видели? А вы усилие в шкафчике посмотрите. Ну, родненькие, будем. Медальоны по-бургундски со спарши. А мы заняты. Чем, фигней? Так, мелкая. Вообще-то у нас законный перерыв. Я своим людям перерабатывать не дам. Может, так и передать капиталистам. Хорошо? Ну, а что? Потому что капитан, он же должен быть жесткий, но справедливый. Кто? Вот этот. Значит, это ты решил, что я в собственном ресторане должна сидеть и ждать, пока повара кофе напьются? Вообще-то по закону поварам положен отдых. За этот отдых все оштрафованы на дневную зарплату. Еще один такой перерыв. И будете отдыхать на бирже труда. Капитан. Это вам. Мне кажется, сейчас вам это просто необходимо. Мягкое, двухслойное, со смываемой втулкой. Данил Маратович. Дорогой. Ну как? Как долетели? Да как всегда из Австралии. Долго. Я у тебя посплю пару часиков. Потом поговорим. Да, конечно. Не выспавшийся мужчина хуже голодного. А мне вас еще денег просить. Пошел. Вот где это тупое животное может быть? Эй, Коль! Что это за? Отдай! Отдай! Как его хотя бы зовут? Триста штук его зовут. Ищите давайте. Наверх, быстро! У нас два вида бюллетеней. Значит, красный за Федора Михайловича, зеленый за Арсения Андреевича. Взял бюллетень, пошел проголосовал. Значит, вот урна, вот кабинка. В кабинке я, независимый наблюдатель. Занеси, пожалуйста, бюллетень. О, Денис! Здрасте. Ну, почему не в Японии? Перенесли. В Японии? Рейс. Понятно. А у меня здесь как раз деловая встреча, но до нее еще есть время, так что можем пообедать. Не могу, я на диете. Но на бокал-то коньяка твоя диета не распространяется? Катя там, в зале Дягилева с Денисом. Даниил Маратович, ну, простите, ну, ради бога. Эля, какой там, простите? У тебя в номере лошади кусаются. Это отель или конюшня? Поспал, блин. Ну, Даниил Маратович, ну, мы ведь даже о деньгах не поговорили. На бешенство проверюсь, тогда поговорим. Откуда в моем отеле бешеная лошадь? Тихо, тихо, тихо. Стоять! Стоять! Ну, раз уж ты пропустишь свадьбу, то давай сейчас выпьем за Катю с Никитой. Ну, красивая же пара, а? Очень красивая. Здрасте, Андрей Николаевич. Катюша, а мы как раз пьем за молодых. За вас с Никитой. Спасибо. Я уже сказал Андрею Николаевичу, что мы рейс в Токио отменили. Из-за непогоды. А, да, погода там ужасная. Тайфун. Куда? Это же таинственное голосование. В смысле, тайное? В смысле, иди отсюда, не умничай. Позови следующего. Иди. Добрый день. Здравствуйте. Такой у меня вопрос. Наблюдатель может не наблюдать? Нет. Понятно. А если так? Все. Проголосовала. Итого, в упорной, но честной борьбе со счетом 7-3 победил Арсений Андреевич. Если возражений нет, можете забирать бюллетени на салат. Спасибо, спасибо. Давайте работайте. Работайте, давайте. Ну, что ж. Ну, что тут? Тот и в команду не поврешь. Ну, нет. Здравляю. Спасибо. Да. Ой, че это? Опа. От нервов. Пупок развязался. Да ты че? Да. Правда? Да ладно. Да ладно, ладно. Че такое? Че такое? А? Это честная борьба, да? Вот это вот? Тимур, а ты куда смотрел, а? Вся страна в коррупции погрязла. Думаешь, меня не зацепило? Да ладно, ну че. Я тебе сейчас эти помидоры по самые огурцы засуну. И сюда! Все. Ты идиот? Привезти в отель лошадь? Простите. Я ее привязал. Она отвязалась и убежала. Голова у тебя отвязалась и убежала. Эта скотина носится по всему отелю и кусает гостей. Ее уже практически поймали. Больше инцидентов не будет. Эта скотина носится по всему отелю и убежала гостей. Эта скотина носится по всему отелю и убежала гостей. Несмотря на все твои заслуги. Эта скотина носится по всему отелю и убежала гостей. Эта скотина носится по всему отелю и убежала гостей. Уберите здесь. Все уберите. Ну, Андрей Николаевич, нам пора. Да. Здравствуйте. Элечка, а я как раз познакомился с твоим талантливым племянником. Племянником? Ладно, хватит. На самом деле Денис и Тарасов. Бессовестный человек, а ты племянник. Приехал в Москву и даже не позвонил своей любимой тете. И убил тебя. Как же я соскачилась-то. Я тоже соскучился. Тетя. Где же Алёхин? Полчаса как должен быть? А, можешь не ждать. Был здесь, но срочно уехал. Приболел. Странно. А что не позвонил? Ну, поеду и я. Спасибо за компанию. Мама, спасибо. За что? За то, чтобы была дурой, пожалуйста. Я не знаю, что тут у вас... Алёхин. Да? Алё? Это что, из-за лошади, да? Алёхин, денег не место. Может, еще флюорографию сделать? Да я и без нее вижу, что он не породист. В смысле не породист? Ну, папа у него одной породы, мама другой. Понимаете? Понимаю. Еще как понимаю. Увы, полукровки не ходовой товар. Алё, Тимур, я насчет лошади. Катюш, можно? У тебя же не было денег. А у меня и нет. Так, кое-какие фабрикушки от Нагиева остались. Будем считать, что один бывший муж помог другому. Спасибо. Ой, подожди, я же не одна. Мы тут, это, скинулись. Товара, официанты. Ну, уж так, кто сколько смог. Вышло не очень много. Просто все очень хотели помочь. Спасибо. Катя, мы с твоим отцом в последнее время не ладили. Бывает. Но, мужик-то он хороший. Вот. Коня, что ли, продал? Коня оставил. Березуцким назвал. Тимур мне конюшню недалеко нашел. Это, сбережение. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Ирина Павловна, мы нашли деньги, почти всю сумму. Спасибо. Лен, а что случилось? Ответили из немецкой клиники и увидели очень сложный случай. Операция будет стоить в два раза дороже. Почему все так несправедливо, а? Ну, почему жить человек или умирать зависит от каких-то бумажек? Ну, почему? Перестань. Перестань. Еще рано сдаваться. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Катя, тебя там Никита ищет. Скажешь ему? Привет. Никит, нам надо поговорить. Подожди. Я поговорил с отцом. Он оплатит операцию. Мы же теперь одна семья. И проблемы у нас теперь общие. Ты хотела поговорить? Давай, если это не срочно, то попозже. Мне просто нужно отчет по Питеру сделать. А, конечно. Спасибо. Прости, я... Я не смогла сказать. Из-за денег. Выходит, быть любимым человеком или нет, тоже зависит от бумажек. Стоп. Ну, вот эти вроде приличные. Зовите Мурат. Торговаться буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok